Уже в это воскресенье, 10 января, в стране стартуют парламентские выборы, а также выборы в Маслехаты. В этом году голосование пройдет в условиях карантина, поэтому особый акцент сделан на соблюдении санитарных норм. Как подготовились избирательные участки и какие санитарные требования будут предъявлены голосующим, расскажет Тимур Казагулов. Прежде чем отдать свой голос за ту или иную партию на выборах депутатов Мажелиса парламента и Маслехатов, каждый избиратель должен будет пройти определенные процедуры, знакомые каждому казахстанцу. Для начала вам измерят температуру, она не должна быть выше 37 градусов, дальше вы должны будете обработать руки антисептиком, также вам выдадут медицинскую маску и перчатки, если их с собой у вас не будет. Далее вас ждет свой избирательный участок, их в столице, напомню, 283. Прежде чем вы возьмете свой бюллетень у члена избирательной комиссии, вот через такое защитное стекло для обоюдной безопасности вашей члена избирательной комиссии, вы предъявляете свое удостоверение личности, сверяете данные и получаете свой бюллетень. За всем процессом в это время будут наблюдать представители СМИ и доверенные лица политических партий, и наблюдатели, которые также будут находиться за таким защитным стеклом. Далее с бюллетенем вы уже будете идти в специальную кабинку для голосования. На каждом избирательном участке приготовлены отдельные комнаты-изоляторы, там будет оказана медицинская помощь. Значит, первая медицинская помощь, или если такая будет необходимость, то карету скорой помощи вызываем, оказываем медицинскую помощь. Каждые три часа зал голосования будет проходить санитарную обработку обязательно, это все предусмотрено. Для участников избирательного процесса это члены избирательной комиссии, наблюдатели, доверенные лица политических партий, представители СМИ, требования к главному санитарному врачу Республики иметь ПЦР-тест. В каждой кабинке будет предусмотрен также антисептик, где избиратели смогут обработать не только руки, но и саму ручку. Стоит отметить, что в кабинках на этот раз исключены шторы, чтобы лучше проветривать саму кабинку и исключить с ней физический контакт. Безопасность на избирательном участке будут обеспечивать и за счет социальной дистанции. Для этого на полу будут размещены специальные отметки. И после прохождения всех этих правил вам остается лишь опустить бюллетень в специальную урну, и ваш гражданский конституционный долг исполнен соблюдением всех мер безопасности. Тимур Козаголов был отбег Табалдеев. Итоги дня.